добрый день уважаемые зрители мы продолжаем наш разговор наш курс бизнес аналитика лекция у нас вторая я напоминаю что курс начался с нулевой мы поговорим по процессный подход как он мне надоело уже так вот консультанты по управленческому консалтингу что вымыкалась уже просто достали истории про эту войну процессов против функций типа есть какая-то функциональная модель а есть процессная модель и вот от функциональной модели надо за 40 миллионов рублей перейти к процессу если мы это не сделаем то вы все умрете рассказываю процесс имеет вход и выхода потребителя владельца мы с вами на прошлой лекции об этом поговорили так вот никакой компании без процессов природе не существует вообще все во вселенной это процесс уже реально вот достали все процесс все общей сегодня прям такое злое будет видео все процесс процесс вращения луны вокруг земли это процесс до процесс вращения земли вокруг солнца этот процесс и даже ту фигню которую себе нарисовал аристотель да вот его ошибочное мировоззрение что это солнце вокруг земли обращается это все равно был процесс и галактики во вселенной крутится это процесс потому что у нее есть там вот оборот полный они делают вот там за какие-нибудь триллионы лет да неважно абсолютно нам не важны это параметры процесса мне надо чтобы вы поняли что не процессных вообще не процессность не бывает мы с вами рождаемся и умираем это процесс если окажется что мы с вами реинкарнируем это опять будет процесс мы с вами ходим на работу это процесс все это процесс все процесс мы кушаем это процесс мы купаемся в ванной у нас процесс купания ванна имеет начало и конец это все процесс а потом пришли еще веселые люди они сказали что есть проектные деятельности она не процессная да чё про что правда ребят да вообще вот вы мне это расскажете человеку который занимается автоматизация немеренное количество лет правда да то есть процесс сбора информации вот я открываю жизненный цикл потом первый процесс сбор требований второй процесс это анализ класс да методология раб она состоит не из процессов она состоит еще из призывов демонов из других измерений а подождите а призыв демонов это тоже процесс я смотрел фильм ужасов они там долго долго искали эту книгу а потом они делали какой-то ритуал рисовали на полу на стене макароны вызывали макаронного монстра но это все был процесс они что там это не имела это начало и конца да там не было владельца процесса не что ресурсов него ничего это не было все параметры процессами а проект это не процесс то есть проект не вот и проект внедрения один из ерпита не один огромный процесс не имеющий начал и конец правда на и ничего что этот опять же высокоуровневый такой процесс процесс можно вот реально грубо говоря поделить поделить на подпроцесс нет то есть у нас реально есть какие-то функциональные компании процессные проектные и вообще все должны стремиться процесс на если у вас не процесс на это вы лохи ну вы реально лохи если в этот бред верить угребли реально ну реально угребли ну нет такого все мы процессные у вас вот вы продаете морковку на рынке которые вырастили на своем огороде вы выращивали это был процесс вы увезли на рынок это был процесс и вы на рынке продаете это тоже процесс под его клиенту предлагайте морковку может уйти на такие там опять же альтернативы не знаем может быть с вами вообще в этом курсе нарисуем процесс продажи морковки на рынке я потом вот этим вот этой схемкой буду этих консультантов просто бить по головам и изгонять их из компании уж когда я вижу те суммы которые они выкачали из компании мне становится страшнее куда не ушли на что на эту сумму можно было внедрить цифровизацию третьего ну кей как минимум второго уровня полностью вместо этого просто какой-то бред вот эти вот критом мистические иллюзии мистические ритуалы перехода из никуда в никуда в общем вопросов сколько вопросов у нас всего реально два да вопрос первое это формализация до процессы вашей компании реально могут быть неформальными но они все равно есть то есть грубо говоря их просто надо описать и договориться как о правилах дорожного движения не надо создавать здесь культа черной магии процессы между функциями да окей то есть у нас есть в кросс функциональные процессы такие как менеджмент продуктов на что там еще вот цепь поставок кей да не вопрос процессы между функциями но веселые ребята эти консультанты они вам начинают городить проклятый матричный способ управления вы с этим способом как только начнете работать вы устроите своей компании гражданскую войну такой способ подходит для эти стартапов и только небольших реально для серьезных компаний это бред это никуда не годится все это многоуровневая структура подчиненности одного человека 15 людям но это бред соответственно правильное решение нам говорит управление корпоративной архитектурой да это как цвет поставок те у нас и мы с вами это разбирали у нас есть процесс обеспечения доступности товаров для продажи его параметры нам количество качество себестоимость время игр где где мы должны сейчас срочно придумать вот какую-то реально вот опять трэш этот придумать для вас что надо что-то такое вот создать что она будет этой всей схемы управлять некий такой сверх процесс сверх схему не надо никакую сверх схему городить прекратите этот бред всего лишь нужно понять что это высокоуровневая реально функция функция на как компании были построены по функциям так они по ним и строится как была функция закупок так она и есть вы можете провалиться в бездну с вашим бредом никуда функция закупок не денется я думаю что и через 500 лет у нас в космосе если мы все не сдохнем в третьей мировой войне функция закупок будет и мы будем реально закупать и все это тупой бред который вот просто льется из этих бизнес тренингов колдунов и чародеев 21 века и нужно просто быть рационально нужно грубо говоря объединить пять функций в одну да то есть и здесь нам нужны принципы сервис ориентированной архитектуры это все войти давно уже решалась у нас реально есть пять функций есть понятие интерфейс все войти это уже есть прекратите выдумывать свой какой-то кальмотив цепь поставок она на западе родилась уже огромное количество времени назад да все знают да окей конечно там закупки все производства и всем друг на друга пофиг правильно потом поэтому между ними надо выстроить структуру сервисов объединить в единую функцию управление цепями поставок ну так точно так же коммерческая служба которая объединяет продажи маркетинг да потому что маркетологи любая функция по природе своей при она стремится обособиться это природа у него такая потому что в основе функции лежат человеки они технические системы людям свойственна борьба за собственную уникальность ну хорошо в коммунизме борьба за уникальность своей группы дам не знаем если это индивидуализм то собственно если коллективизм то это будет уникальность моей группы да там как говорят вот смотрите это были там транскисты зиновьевцы то есть это не какие-то люди отдельно а там группы цели в римском сенате точно так смотри вот это эта группа это это мы лучше чем вы да ну надо же было вот пока на самом деле время было понимание что окей тут у нас сенате 5 группы они борются друг другом но ключевой сервис сената это такое управление грубо говоря римской римским государством чтобы сервис предоставлялись чтобы люди были сыты и не убиты все им жило как только выяснилось что надо все это там разделить и выдумать какую-то между ними виртуальную связь ну ладно все развалилась в труху ну в общем это такая тоже тема болезненная на то есть это формализовать и заставить работать по регламентам и в общем то не просто прописать процессы между функциями за которыми за который будут отвечать какие-то добрые духи а отразить в корпоративной архитектуре верхнего уровня необходимо изменение чтобы эти процессы уже так зачем нужно вообще лезть на нижний уровень у нас же есть верхний на нем все хорошо ну в цели следующее это моделирование хотя бы чтобы понимать что там творится эта оптимизация чтобы понять какие лишние операции существуют но это автоматизация до повышением производительности какие-то операции быстрее что происходили и чтобы человек там за единицу времени выполнял однотипных операций не 2 200 и роботизация это возможности на тип на операции вообще переда убрать человека не с какой производить 20000 вообще полностью передать их все роботу для моделирования применяются нотации нотации это языки моделирования бизнес-процессов даты по аналогии с языками программирования единственное конечно их там сильно меньше чем языков раз так 100 на этом спасибо вам за внимание до свидания